То есть вот эта подстава системы в мою сторону развернулась против системы через тебя на 10 миллионов. Благодарствуем системе за очередные уроки. Какие у тебя результаты по этим, по векселям там, я не знаю, индосамин там, что-то есть какие-то успехи практически? Успехи есть. У нас это эпицентр всех событий. Мы куда-то катимся. Четыре дня на протест. Когда вот эта информация доходит до верху, и потом идет обратная реакция. Очень колоссальная. Они к этому относятся очень серьезно. Нужно из них сделать векселя, придать им ценность. Вексель. Вообще вся система основана на векселях. Они легализуют как вексель, как ценная бумага и начинают ей торговать. Они умеют редактировать прошлое. Летучего голландца некоторые рисуют. Мы его привели в тайную комнату, и он ознакомился. Короче, главное, чтобы был протокол. То есть какой-то беспредел кажется. Там нету беспредела. Там абсолютная справедливость. Ну-ка давай, почему ты этим занимаешься? А система управления это векселя. Составить вексель и обязать их. Они никакие не судьи. Они финансовые консультанты. При студии и нотариусы это те, кого обучают векселян. Ты там с персоной сам разбирайся. Я не персона, я живой мужчина. И все, и понеслось. Я не знаю, что с ним делать. Он спрашивает. Как ты считаешь, какое наказание назначить персоной? Полномочия генерального исполнителя над персоной он, по сути, передал. Он сказал, давайте попробуем. Все. Мэр вы на сайминку долг перепишет на федеральное казначейство. Какой-то вексельный пакет получается. Прибыль ежегодная МВД России 700 миллионов долларов. Кто созрел, кто осознает, тот пойдет дальше. Без оборота на меня это значит ко мне ничего не вернется. Ни долги, ни выгода. Убирайте, не хочу. Инкапсулированная оферта в вексель. Да, говорит, мы ждем, пока вы проснетесь. Если ты видишь несправедливость, выпишем вексель. Ты готов к правде? Созрел ли народ? И выписал вексель. Назвал его акты в морском протесте. Колоссальный опыт. Благодарствую. Время покажет. Главное, чтобы действовать. Система может устроить такой коллапс, что никто ничего не успеет. Кто научился, тот научился. Все. Здорово. Здорово, здорово. Привет. Как жизнь в Москве? Слушай, да хорошо. У нас тут эпицентр всех событий, так сказать. Я жил в Москве пять лет. Я вообще удивляюсь, как ты там выживаешь. Потому что на каждом шагу эти рамки, маски. Слушай, я тебе больше скажу. Тут центр искусственный интеллект. С июня прошлого года запустили систему. Так что тут просто все эксперименты, все шишки, кто руководит. Поэтому приходится разбираться на месте. А что за система искусственного интеллекта? Что она делает? Ну, они же закон приняли. Ну, эту оферту свою напечатали. Что с июня прошлого года запустили систему искусственного интеллекта. Восключили ко всем камерам города. И цель эксперимента на пять лет. Правовой режим. То есть цель эксперимента посмотреть, к чему придет искусственный интеллект за пять лет. То есть они не знают. Но там просто они прописали, что у него сверхограниченные... Ой, какие-то сверхвозможности. То есть там и компьютерное зрение, и какие-то сверх превосходящие когнитивные функции человека. То есть прям космос. Слушай, это мне напоминает сценарий этого фильма «Терминатор 3». Где там искусственный интеллект пришел к выводу, что самая главная угроза — это человек. Я не знаю. Мне кажется, это как-то связано со всей этой тематикой. То есть они же должны сейчас как-то распределять, кто имеет правовой статус один, кто имеет правовой статус другой. То есть система уже анализирует. По Face ID носит человек маску, не носит, допустим. Что-то делает, что-то не делает. Как-то, в общем, интеллект будет все это определять, и к какому-то они должны выводу прийти в итоге. Вот нас в биометрию вводят, зашел в магазин вот на днях, уже все при этом. Платить будете карточкой или лицом. Физическим, да? Да, вот можно будет скоро фотографию, телефон какой-то скачать, подходишь, вот, пожалуйста, плачу фотографии. Или паспорт прикладываешь, да? Да. Вы там как? У тебя досмотрел видео? Не, мне вообще твой канал понравился. Знаешь, что больше всего понравилось? Вот эта музыка, вот эта такая динамическая, такая настраивающая. Вот в начале ролика ты представляешь, в конце ролика. Вот прям сразу интерес появляется посмотреть, разобраться. Ну, ты посмотрел так, это много видео делаешь, в таком режиме многозадачности работаешь. То есть там у тебя серьезная деятельность. Ну, я вообще мечтаю, что последователи-то как бы появляются, да? Кто-то... У меня вообще мечта была, что хоть кто-то возьмет тоже телефон, начнет снимать и хотя бы мне присылать, чтобы я видеомонтаж сделал. Ну, я сейчас смотрю, появляются люди, которые интересуются не только, как заснять на телефон можно, но и где можно размещать, там, я им советую, на ютубе. Начинают обращаться, спрашивать, а где можно музыку эту взять безоплатную, которую ютуб, ну, не будет санкций там вводить. То есть есть безоплатная эта фонотека ютуба, и там вот все, что размещено на этой фонотеке, эту музыку можно вставлять. Вот я оттуда выискал несколько музыкальных композиций и их вставляю. Ну, сейчас начинают эти всякие нарезки, там, не знаю, эти фразы из разных приколов, там, где ваши доказательства, или там, на этом наши полномочия, все, и т.д., и т.п. Хотя у меня даже вот если заснять двухчасовое видео, какой-нибудь поход, там они сами такие фразы выдают, что их можно вставлять уже как нарезки, мемы, так называемые. Ну, и, конечно, народу интереснее, во-первых, с музыкой смотреть, во-вторых, с приколами, в-третьих, с юмором, ну, и стараясь юморить и все такое. Да, сейчас без юмора как это выжиться прямо, если посмотреть на мир, так сказать, духовности с точки зрения, то есть просто мы куда-то катимся, быстро катимся. Вот, с одной стороны, конечно, очень позитивная сторона идет преобразование, то есть людей как бы выводят на высокий уровень осознанности. То есть сейчас ты либо начнешь вникать, разбираться, либо добро пожаловать, вот, куда вам приготовили выход. Но, с другой стороны, как бы для обычных людей-то, вот, у них там не особо сладкая жизнь такая готовится. Вот, поэтому хорошо, когда люди делятся информацией, делятся с другими. Как-то вот так вот происходит все это. Ты не думал искусство видеомонтажа свой? Слушай, я думал, думал, ну, просто пока как-то. Компьютер, честное слово, в интернете что-то найти, это я еще могу, а вот с такими программками, ну, потихонечку вникать буду. Ну, смотри, я тебе говорю, как есть, то есть мы с чего начинали? У нас было, мы делали видеопоход, ну, то есть собирались где-то там человек пять, шесть, там, не знаю, десять иногда, шли, что-то снимали, какое-то видео на несколько телефонов, а потом все расходились по домам счастливые, довольные, а я до трех ночи сидел и видеомонтаж сделал, иногда по два-три дня, потому что видеомонтаж, он отнимает 80% времени. То есть вот то, что мы там засняли на один час, я потом сижу, этот один час видео монтирую иногда с двух, с трех телефонов, а иногда с четырех, то есть на это уходит там шесть-восемь часов, то есть это колоссальные труды, а в итоге получается там на минут 20-30 такой кусочек, да, интересно смотреть, но чтобы интересно было смотреть, это нужно очень много усилий приложить. Понятно, понятно. Ну, нет, у тебя вообще труд-то большой, я представляю, я сам вот с телефона когда монтировал, что-то там учился вот эти кусочки вырезать, это по столько раз ты пересматриваешь это видео, и все равно когда в итоге ты его сделаешь, вот интересно самому еще пересмотреть, как бы, ну, понимаешь, самоанализ, вот, что можно было сказать лучше, что сказал, что не сказал, как бы все эти мысли приходят, так как бы, и понимаешь, что в следующий раз ты что-то делаешь лучше, возможно, что-то как-то еще выйдет. Ну, то есть для себя больше пользы выходит, когда все это делаешь, ну, там, монтаж. Ну, вот это и называется сам себе режиссер. Сам себе оператор, сам себе режиссер, сам себе видеомонтажер, сам себе звукорежиссер и т.д. и т.п. Короче, множество профессий в одном. Расскажи, пожалуйста, про какие у тебя результаты по этим, по векселям, там, я не знаю, Индосамин, там, что-то есть какие-то успехи практически? Слушай, я вот сейчас, когда это опробую, я, значит, последнее к чему пришел, что я стараюсь эти векселя выписывать, ну, как бы, ручкой, без компьютера. Вот я начинаю, вот уже после где-то 30-го векса, я начинаю вообще понимать, что я делаю. То есть я вникаю в схему, я каждый раз уберу эту схему, кладу ее перед собой, смотрю, например, векселей судей, векселей нотариусов, то есть их учат, они в этом хорошие профессионалы. Вот, и я выписываю, начинаю осознавать, почему все именно так делается. И как-то вот успехи есть, успехи. То есть когда вот отправлял письма раньше просто, вот как-то вот мне пришло в голову, как надо сделать документ, я им отправляю, а они какую-то отписку в ответ, то есть бред просто пишут, вот, игнорируют все. Но как только с векселями прошло, они сразу же документы регистрируют и обычно отправляют очень быстро. То есть у них есть вот конвенция по векселям, четыре дня на протест в неакцепте, вот какая-то такая фраза. То есть они очень быстро составляют обратный вексель. То есть они к этому относятся очень серьезно. Я так понял, что вообще вся система основана на векселях. То есть это тот метод, каким устроено управление и взаимодействие в этом мире. Вот если ты им выпишешь не вексель, они могут как бы... Ну, они не обязаны его рассматривать. Ну, то есть прислал ты им и прислал, молодец, молодец. А выпишешь ты им вексель, что они должны. Они хотя бы должны рассмотреть в них, в том, что им ты написал, и как-то серьезно это воспринять. Понимаешь? То есть это уже не шутка для них будет. Они уже понимают, что они общаются с осознанным таким серьезным оппонентом, и они уже должны будут как-то вот серьезно к этому подойти и быстренько хорошо ответить. Ну, как минимум, выполнить твою волю. Вот если твоя воля какая-то простая для них. Вот. Или что-то предпринять. То есть они как бы ставят, уже начинают с тобой считаться. То есть ты уже не какое-то там непонятное население. Они все уже поняли, что Антон, все, в теме. То есть с Антоном уже шутить нельзя будет. То есть все, они как бы уже понимают. Ну, и радуются за тебя, соответственно, что ты уже в теме, все. И там уже идет как бы, кто понимает, что он делает, кто не понимает, все эти тонкости, хитрости. Но там очень много деталей. Я вот сколько вникаю в это, ну, быстро не получается. То есть пока вот не выпишешь пять бикселей, какая-то идея, то вот хорошее, светлое, не придет, как можно сделать лучше, или что они используют. А у тебя были какие-то там, я не знаю, штрафы, протоколы, которые ты как-то закрыл, я не знаю, запретные надписи написал или Индосаминт, и, короче, дело развалилось, и там до суда не дошло, или еще что-то такое? Посмотрел твое видео, какое-то одно из давних, где там что-то чуть-чуть рассказывал про это, СРБАР, выписал, ну, так вот с полицейским, вот этот вот был протокол, все, он исчез. То есть вот должно было быть СМС-сповещение, вот, ну, естественно, что там принято к делу. Какой-то результат они присылают, но они ничего не прислали. Вот, я им переписал Индосаминт, то есть я, ну, как бы, редактировал. Вот мне, чем нравится Российская Федерация, надо с них брать пример. Вот можно им отдать должное. У них есть такая хорошая книжка, они умеют редактировать прошлое. Вот, они же вот закон какой-то не отменяют, да, они же вносят поправки. То есть в такой закон внесены такие поправки, да. И я сделал вот им вексель, что вношу в тот протокол поправки. Вот, внес поправки, естественно, что они же выписывают, что они мне пять тысяч должны, понимаешь, на персоне. Вот, и все хорошо. То есть Индосаминт был зачеркнут, который выгоду им отдает. Переписал Индосаминт на банк, отправил в банк. Но ответа, к сожалению, никакого нет. Потом посмотрел одно из своих последних видео, что если есть вексель SFBR, то, как бы, вексель вообще не считается векселем. То есть все не может быть. То есть у меня пока что это единственное основание, почему он исчез. Он просто, как бы, не мой позитивный, не их. Смотри, расскажу подноготную, почему так происходит. Потому что я предполагаю, есть информация, косвенные признаки, косвенная информация. Точных сведений нет, но в теории любая бумага, тот же самый протокол, он является векселем. И когда ты им пишешь CFBR, то есть под принуждением, не по доброй воле. И плюс еще ты пишешь, что AR подписано авторизованным представителем. То есть подписано персоной. Я так предполагаю, что подписано именно персоной. Ты пишешь, что тебя, как живого мужчину, принудили CF под принуждением. А подписано именно персоной. А подписала персона, то есть ты уполномочил свою персону поставить здесь роспись. То есть подписал неживой человек, и он себя не признает персоной. То есть расследствование автоматически идет. И плюс еще под принуждением. То есть это доброй воли человека нету. Подписано под принуждением, то есть они оказывали давление. А любая сделка под давлением, она по международным законам является недействительной. И даже в законах РФ это все есть. Так вот, есть предположение, что они эти векселя, любые подписанные, они их отправляют в так называемый US Treasury Department, или как-то он там так называется, типа аналог Банка России или Центробанк, что-то такое. И они потом эту бумажку легализуют как вексель, как ценная бумага, и начинают ей торговать как долговыми обязательствами. Так вот, когда до них доходит бумага, не соответствующая требованиям, там, я не знаю, бывает так, что мне рассказывали случаи, что полицейские, исправляя какие-то там протокола, у них там строгая отчетность вот этих бланков, у них даже эти номера продавливаются специально, чтобы, ну, вот эти бланки, я так предполагаю, что они их закупают по какой-то очень дорогой цене, поэтому там очень строгая отчетность, очень строгие требования к заполнению этих протоколов. И когда ты вот этот цейфбай там залепляешь, да еще и летучего голландца некоторые рисуют, видел, да, видел? Вот. Когда вот это все происходит, некоторые полицейские пытаются переделать эти бланки, ну, потому что их руководство, ну, не погладит по голове за то, что им там летучий голландец нарисовали или цейфбай, когда до них это доходит, или там помарочка какая-то есть, ну, на самом низшем уровне участковых там этих лейтенантов там и так далее, бывали случаи, что эти протоколы просто, ну, начали это, делали, ксерокопировали их, а ксерокопированный протокол его там сразу видно, и когда вот эта информация доходит до верху, с цейфбай или ксерокопированный там или еще что-то, ну, сразу видно, что, ну, вот этот бланк настоящий, который был, скорее всего, куплен, я так предполагаю, когда они выясняют, что идет какая-то подделка, какая-то махинация, какая-то, да еще и вот этот цейфбай и т.д. и т.п., короче, это ЧП, ну, я так предполагаю, мирового уровня, и потом идет обратная реакция, вплоть до того, что вот эти все отделы, и отделы полиции, и там, и по шапке, и руководству всем прилетают, поэтому они их стараются придерживать, почему? Потому что обратная реакция оттуда, сверху, очень колоссальная, они им просто, я предполагаю, что им просто не будут в дальнейшем продавать вот эти бланки протоколов, и не, как тебе сказать, не придавать им ценность потом, и никто с этого ничего не получит, то есть цепочка прослеживается такая, отдел полиции закупает вот эти бланки, выкладывает за них какую-то сумму, но потом им эти бланки, нужно из них сделать векселя, придать им ценность, они идут, штрафуют всех подряд, в маске, без маски, вообще неважно, там, споткнулся, не так посмотрел, короче, главное, чтобы был протокол, они тут протоколы, все там, чтобы была роспись, там, все дела, все, дожник определен, все, они отправляют выше, и им оттуда сверху, короче, я так предполагаю, вот ту цену, которую не заплатили, допустим, там, 10 рублей за протокол, а они с этого протокола потом имеют 100 рублей, оттуда сверху, а вот если они один такой протокол испортят и отправят туда, то им не просто, как бы, им могут в дальнейшем не продать эти протоколы, и плюс им еще могут не то, что не продать, им могут штраф наложить колоссальный, и получается вся их вот эта коммерческая деятельность по созданию векселей, она рушится, как тебе сказать, одна ошибка, и все, и в дальнейшем можно все, можно, и всем нужно менять и фамилии, имена, отчество, и вот этим начальникам, и расформировать все отделы, потому что данный отдел и данные должностные лица все абсолютно дискредитировали себя, вот такая теория есть. Ну, мы это выясним, потому что, когда ты напишешь им такой запрос, если тебе какая-нибудь информация будет интересна, ты им просто выпишешь вексель, укажешь, что они должники, ты приобретатель, вот, и задашь им какой-то любой вопрос, и они должны будут это сделать. Вот один мой знакомый, который, значит, очень хороший уже, хорошо разбирается, выписал вексель, вот, ЗАГС, сказал, хочу ознакомиться с записью своего гражданина, вот, с актовой записью. Все, с ним, конечно, немножко повоевали, но его привели в тайную комнату, и он ознакомился, он взял бумажку и переписал все, что его интересовало. Вот, то есть система очень хорошо реагирует, но они ему, конечно же, заставили какую-то там бумажку подписать все, чтобы он акцепт, хотели сначала не пропустить, вот, но он, как бы, с ними этот вопрос решил. То есть, тем не менее, вот, система работает, система векселей. То есть, если тебе что-то от кого-то нужно, ты что-то хочешь узнать, получить какую-то информацию, что-то уточнить, а с какой-то организацией к ним просто вексель заправляешься, и говоришь, ребят, хочу ознакомиться с тем-то, хочу получить на это ответ и так далее. Я думаю, это очень реальный вариант. А образец есть у такого векселя? Ну вот, переводной вексель схема. Надо, как-то, просто самому составить. Ну смотри, хотел немножко рассказать, пользуясь такой моментом возможности, все время хотел записать видео, рассказать, вот, пока мы с тобой. Мне все пишут, все вот, просто мне интересно, я не пишу, мне задают вопрос, а зачем ты всем этим занимаешься, зачем ты вообще изучаешься закону, зачем ты с этим там... Задают, конечно. Задают? Да. Они тоже задают, устал всем отвечать, как хотелось людям пояснить. Ну-ка давай, ну-ка давай, почему ты этим занимаешься, ну, поведай. Это, значит, моя философия, философия. Для чего я дожил за 24 лет в этой жизни, чего я постиг, что узнал. Смотри, значит, смысл жизни, вообще люди не понимают, зачем они живут. Вот, как-то, вот, мне нет, представляется, смысл жизни в самой жизни, вот, в осознанной жизни. То есть у тебя есть цели, желания, планы каких-то, интересы, ты что-то вот хочешь, вот, научиться общаться с людьми, взаимодействовать, какие-то тебе нужны цели, результаты. То есть вся вот эта вот канитель, вот, все это, вот, это как бы смысл жизни. В общем, глобально, почему мы живем в этой жизни, какая цель этой жизни? То есть вообще существует такое мнение, что одна из таких заповедей — это идти через миры многие, познавать их и совершенствовать дух свой. То есть мы, по идее, живем в разных нерах, там какое-то количество жизни, поэтому нарабатываем какой-то опыт, поэтому есть люди, которые что-то понимают очень хорошо, что-то еще кто-то не понимает. Познавайте этот мир. То есть надо познавать каждый мир, в котором ты живешь. И вот я все пытался познать, как работает система, как она устроена, почему все это есть, почему у них закон не опубликованный, почему не подписан, почему это работает. То есть какой-то беспредел кажется. Но на самом деле, как я познал, почему я пришел и убедился, все основано на векселях. То есть вексель — это такая строго основная форма, чтобы понять, что кто-то кому-то что-то должен. То есть так, по идее, если он может делиться равными, пока ребенок, конечно, маленький, то что-то родители делают. Но когда он вырос, начинает сам действовать, все, есть кто-то, поверь себе, должник, кто-то выгодоприобретатель. Может быть, выгодоприобретатель, должник не только на деньги. Это любая услуга, любая сделка, все, что вы заключите. И все. То есть на этом основано все управление. Почему кто-то кем-то может управлять вообще в принципе? Потому что кто-то, значит, кому-то должен на основании какого-то векселя. Скорее всего, подсунули, что-то плохо-плохо звук стал. Закрыл микрофон. Кто-то кому-то что-то подсунул, и кто-то стал кому-то чего-то должен. То есть из этого выйти очень трудно, потому что они считают, что есть акцепт, и пока ты по конвенции о векселях не выйдешь из этой системы, они тебя не отпустят. То есть чтобы выйти из системы, вообще как бы с ней взаимодействовать, и нормально как бы жить в этом мире, получается, нужно понимать в этом, разбираться. И все, они придумали эту конвенцию, и все, мы ее приняли. Она работает. И у них есть строгая основная форма. Как подтвердить, что кто-то кому-то что-то должен, как подтвердить, что он акцептовал, что, значит, кто-то не акцептовал, как разрывать сделки и так далее. То есть немножко надо изучить, разобраться, просто сметь применить на тех, ну, на практике. И получается, что если есть вексель, и случайно так вышло, что ЖКХ нужно платить, говорят. А кто-то не согласен, что нужно платить ЖКХ, да? Но они же нам говорят, не ЖКХ платить, они говорят, ребят, вы народ, вы должны управлять государством через каких-то там лиц. Вот. Вы им должны дать приказ, чтобы вы, то есть вы должны им выписать вексель, что они должны теперь платить ЖКХ, вы понимаете? Пока этого векселя не существует, что за конкретную квартиру можно платить, должны платить государство, ну, те, кто называет себя государством. Пока этого нет, то государство не работает. То есть народ должен прийти с правой смысл, с правой рассудок, вы должны управлять. А система управления – это векселя. То есть нужно научиться выписывать векселя и сделать так, чтобы снова государство стало должно людям. Ну что там, обеспечение, какие-нибудь социальные квартиры, там, ЖКХ оплачивать. Пока этого нет в морском праве, за все нужно платить. Но если они не хотят платить по своей доброй роли, то не хотят, под принуждением они платить не будут. То есть платить они будут, когда будет вексель, когда они заплатят его, и все. То есть они не должны сопротивляться, когда вы выписываете вексель, что, ну, ребята, надо платить за ЖКХ. Я же вы мужчина, там, воля моя такая. Все, я решил, что вы замещаете государственные должности, и ресурс надо предоставлять без оплаты, для меня без оплаты. То есть вы-то должны платить, у вас есть казна, федеральное казначейство и так далее. То есть пока народ не вкручит свою голову и не начнут говорить, ребят, вот вам надо сделать то-то, не знаю, благоустроить детскую площадку, построить там, школу еще что-то сделать, дорогу построить. Они не будут ничего делать. Ну, и их доброй воли на это делать, они сами почему-то не хотят. Не-не-не-не, смотри, народ-то хочет, народ что только не придумывает. И пишет письма, да, от имени физлиц. Ну, это все уже убедились, что это мало как помогает, потому что они в основном пишут отписки. Либо перенаправляют куда-то и так далее. Потом народ думает, что делать там. Уже и какие-то советы там СССР пытаются, и депутатов выбирать, и местное самоуправление, и территория общественного самоуправления. И пытаются в депутаты залезть, и стату журналиста получить. Ну, хоть как-то заставить их работать, это вот это наше, вот это вот, которые там сидят, все эти чиновники. А выход-то оказывается простой, составить вексель и обязать их четырехдневный срок принять, решить это выполнить, иначе они должны... Да, ты закончил просто задержку? Ну да. У меня уже появилось две идеи, как это делать. Я опробовал, ну, как бы первую в лоб. То есть выписываешь вексель, что они должны платить, и все. И, ну, как бы у них нет варианта. А второй, это, значит, более такой, немножко долгий метод, но тем не менее. То есть ты, как вексель-людатель, по морскому праву, то есть вексель, это же аферта, это морское право. То есть вексель-людатель предлагает одному заплатить другому, или чтобы один был должен другому. Если вы сделали какие-то действия, так оно и есть. контракт заключен. То есть ты, как вексель-людатель, предлагаешь там, ну, магазин дикси, в связи с тем, что они продают некачественный товар иногда, иногда просочку, иногда без маски не продают. Оплатить тебе же как раз, ну, просто оплатить тебе 5 миллионов, вот, то есть ты их штрафуешь. Не знаю, постановление о штрафе магазина дикси. То есть ты делаешь вексель, выказываешь себя, как вексель-людатель, в шапочке. Все оформляешь, что они должники, ты выгоды приобретатель. И основание, что ты не занимаешься пиратской деятельностью, ты решил, что 5 миллионов, это нормально для группы сети, за то, что совершили не такие действия. И посылаешь на акцепт вексель. Все, они там, акцептовали его, и подтверждение. Если, допустим, почтовое извещение, где они расписываются в вексель, все если грамотно оформить, все у тебя есть акцепт. И ты по индосаменту, имея 5 миллионов выгоды, переписываешь эту выгоду по индосаменту на ЖКХ. Ты говоришь, ребят, оплачиваешь ЖКХ на 5 миллионов векселем, ты как выгоду передал им, ну, и указал свою волю. Оплатил на 5 миллионов ЖКХ. Кто-то скажет, зачем им платить вообще не нужно. Но с другой стороны, смотри, если у тебя есть квартира, допустим, стоит на 5 миллионов, да? Микрофон, микрофон. Опять микрофон заберут. Да, то есть, если у тебя есть квартира, которая стоит, допустим, 5 миллионов, то ты ЖКХ еще поплатил на 5 миллионов, и эта в системе зарегистрирована. То есть, твоя квартира уже имеет цены 10 миллионов. То есть, это уже неплохо. А потом ты возьмешь другой магазин, допустим, замазки вот такой, выпишешь инвекции, и налоги еще оплатишь за квартиру, на будущее, на 5 миллионов. Тебе уже в официальных реестрах подтверждили, что твоя квартира стоит 5 миллионов, налогов я платил на 5 миллионов, и ЖКХ платил. А когда совершаются сделки купли-продажи, это все учитывается. И ты решил выжить свою жилечную цену, допустим, и продал эту квартиру, подожди, подожди, Игорь, что ты опять у тебя микрофон закрываешь, что ли, или что? Отлично. У меня просто телефон немножко такой старенький, может быть, в этом проблема. Слушай, а ты селфи-палку не думал себе купить? Да я думал, вообще много у меня планов идей. Селфи-палка стоит, не знаю, как у вас, у нас 300 рублей. Добавляет стабильности к изображению, то есть, не будет вот этого шатания. И плюс еще на селфи-палке можешь это, развернуть это, и себя нормально стабильно снимать, то есть, у тебя не будет вот этих вот помех каких-то, шелестений от руки. Очень полезная вещь. А когда снимаешь, короче, я беру себе длинные селфи-палки, я, короче, это, ну, упираю в этот, в пояс одним концом, держу посередине, а телефон, получается, вот на этом уровне, то есть, на уровне моих глаз. Получается, идет стабильность. А когда ты держишь в руке, у тебя вот это вот постоянное трясение идет. А селфи-палка на стабильность изображения делает? Советую. 300 рублей нам качество видео намного улучшает. Понял, понял. Займлась этим. Так, что мы там, на чем остановились? Вексель выписываешь? За ЖКХ повышает стоимость этого, стоимость квартиры? Все. То есть, ты смотри, ты вот увидел в мире несправедливость, что кто-то мог бы выполнять свои обязанности лучше, там, не знаю, магазин, любое, как бы, коммерческое предприятие, фирма, там, лица, замещающие государственные должности. Ты их выписывал векселем, что они должники, и ты выгодоприобретатель. Ты можешь выгоду переписать. Допустим, ну, 5 миллионов платили мы с тобой ЖКХ, 5 миллионов платили налоги. Все по реестрам бьется, что твоя квартира имеет переплату в 10 миллионов. То есть, захочешь потом ее продать, ты в плюсе. То есть, ну, в принципе. То есть, тебе не трудно, пойми, тебе не трудно выписать вексель на 5 рублей, на 500 рублей, на 5 миллионов. То есть, там указывается всего лишь сумма. Главное, вы как бы схему отработаете, то есть, умеете это использовать. И это, в принципе, механизм управления. То есть, если вот народ кого-то выбрал, ну, допустим, не выбирали, просто кто-то оказался, и он замещает государственную должность. И мы видим, что они там вообще у них крыша поехала. Они просто что-то творят и не понимают, что им нужно делать. А народ видит. Ну, а как управлять? Выписывал векселем, они не получили. То есть, ну, инвекции какую-то сумму указать. Они либо эту сумму тебе заплатят, либо они исполняют свои обязанности, хорошо, которые ты им указал. То есть, тут главное иметь здравый смысл, понимать, что ты занимаешься конкретной серьезной деятельностью. Вот ты должен приносить пользу этим. То есть, не просто кого-то штрафовать за что-то там. Ой, он мне сегодня не понравился, он, коф, меня посмотрел, и я его на 5 миллионов штрафую. Вот это, скорее всего, не понравится системе. Вот. Но если грамотно этим посадить этим, заниматься, то это, в принципе, и для системы это хорошо, и для системы будет улучшаться. Вот. И для тебя хорошо, потому что ты либо улучшил систему, либо ты будешь прибылью. А образцы есть такие? Ты уже такое делал? Сейчас занимаюсь, опробую систему, опробую схему. Вот. То есть, я вот до этого дошел. Образцы вексели, ну, сейчас я покажу, у меня на компьютере открыто. Схема переводного векселя. То есть, это то, что делают судьи. Почему судьи вообще все делают, и им все можно? Они никакие не судьи. Они финансовые консультанты, финансовые специалисты в коммерческой фирме, которая зарегистрирована там на ЮПИКе или на ДНБ. И она, как хороший специалист, делает по морскому праву оферту. То есть, она векселедатель. Она предлагает одному быть должным другому. Вот. Если у нее есть интерес, она может предложить как бы не совсем честно. Но это предложение. Она что, она говорит? Вот я предлагаю, я до этого дошла, этого сообразила, это предложила. Вот. Кто-то кому-то должен. Можно отработать, там, какое-то заключение понести, какой-то срок, можно какую-то финансовую сумму и так далее. И у них две схемы. Одна – это наглый наезд, когда они делают должником персону, ну, допустим, твою, и хотят, значит, тебя отридести с персоной. Что ты тогда, судей-то у тебя получил, ты ей не дал, ты не прогнулся под нее, ты не доказал, что ты не персона. Причем, заметь, она даже после оглашения этого решения, по-моему, три попытки еще попыталась сделать это, слепить меня с персоной, не получилось. Да. Вот. Либо она хочет выгоду, то есть она сначала, либо это наезд какой-то жесткий, то есть, ну, пытается сделать векцию, чтобы указать должником свою персону. Либо она указывает свою персону как выгода приобретателям, но потом подсовывает тебе какой-то акцент, где-то распишись, что-то там, и как бы индосаймент, чтобы ты выгоду передал там, либо ей, либо еще кому-то и так далее. Вот это такой мягкий вариант, который мне больше нравится, когда они делают наши персоны выгоды приобретателям, вот если ты понимаешь ее схему, ты можешь на этом заработать. Ну, что, тебе делать предложение заплатить за что-то денег, за то, что было без маски, допустим, да. Ну, хорошо, отлично, вот, выгоду по доброй воле переписывать не буду, и заберу ее себе. Ну, как-то вот так вот. студия, не натариваются, это те, кого обучают векселян. То есть, они конкретно прорабатывают. Я, насколько не смотрю их документов, вот везде схемы разные, но принцип один и тот же. Вот, либо они предлагают, значит, вот, тебе забрать денежку, но потом по твоему незнанию где-нибудь ты там распишиваешься, как каким-то образом они ее возвращают. Вот, либо просто предлагают так цепновать, что ты должен. Ну, если ты вот умный и у тебя, получается как бы обозначить ей, что ты живой человек, там живой мужчина, там управляешь своим телом и так далее, вот она не может, она как-то, как-то, она же не может просто так персониться приписать, да, за нее кто-то должен вести ответственность. Если ты не возьмешь, то значит МВД возьмет, но она же не будет на МВД наезжать, правильно? То есть, если тебя не получилось, значит, и дело на развалит. Вот как-то так. Ну да, там же в паспорте две закорючки, слева представитель, неизвестно кто, от имени МВД, либо ФМС, а с другой стороны, чуть ниже, то есть, тот, кто якобы имеет право требовать, но когда мы поворачиваем паспорт на ноги, то получается, тот, кто требует, на самом деле, у МВД. Ты в курсе, да, про это, почему паспорт перевернули? Слушай, я вот смотрел паспорт, и у меня три целых, три варианта возникло. Ну, во-первых, там между 18 и 19 страницей вырезан лист. Ну, то есть, ну да, пластиковый, вот этот, ламинированный. Да, ламинированный. Вот, потом, значит, посередине паспорта он сшит ниточками, то есть, можно, по идее, расшить ниточки, посмотреть, какая страница является верхом какой страницы, а какая страница является низом какой страницы. И вот в таком варианте. Вот, и можно паспорт перевернуть. То есть, вот целых три варианта, как они это могут использовать. Меня до сих пор, ну, как бы, как бы, составляются каким-то определенным, но другие полностью отключить нельзя. Вот, поэтому это очень хитрый, такой, скажем, вексель. Вот, они как-то очень, ну, грамотно постарались, над ним поработали. И лишь они хотят, чтобы ты их сдал в 20 лет, в 45, поменял. Вот, потому что они его потом разошьют, слушают, как им нужно, да заполнят. И все, что ты провел через этот паспорт, все опираться не себе, появились выгоды. Ну, или, как минимум, они могут, должок переписать на Индосаймент, на казначейство федеральное, вот, и все. Они отклоняются от этого. То есть, ну, это сейчас дополняет тему ЖКХ. Если, допустим, ты, вот, мэра какого-то там города, вот, выпишешь ему вексель, что он должен тебе 5 миллионов на оплату ЖКХ, вот, то мэр, по идее, не должен, как бы, испугаться, там, что ты на него наехал. Мэр по Индосайменту долг перепишет на федеральное казначейство. Вот, потому что они по Индосайменту переписывают долги. Я в этом точно убедился, когда увидел, ну, смотрел векселя, вот этих полицейских, свой долг они передают сразу же. Ну, они в основном перекидывают, то есть, их любимая схема, они, значит, приходят ко мне, выписывают вексель, что они мне должны 5 тысяч рублей за то, что там без маски. А потом, значит, передаем долги и выгоду. Он передает долг, что должен платить, как бы, персона моя. А моя персона якобы отправляет выгоду там, какой-то там, то ли суд, то ли какую-то комиссию. И получается, естественно, как бы с ног на голову перевернули. Вот, то есть, это их самая интересная схема. Вот, если разобраться в этих схемах, можно управлять системой власти государственной, то есть, помогать ей настраиваться. Ну, главное точно понимать, что ты делаешь, чтобы, понимаешь, если вот заниматься пиратской деятельностью, не понимая, просто как бы дать образцы готовые людям, они начнут это делать. Я просто переживаю, что придут СВ-шники, начнут отстреливать людей, потому что им связываться с теми, кто владеет вексельной темой, им не захочется. Они поймут, либо человек занимается благой деятельностью, либо пиратской. Посадить они его вряд ли смогут, потому что судьи не смогут нагнуть такому человеку. Во-первых, может быть, и самоопределение у него хорошее, во-вторых, еще и векселянта не будет акцептовать. То есть, система просто будет понимать, что это либо хороший человек, либо надо от него избавиться. Ну, он как этот живой мужчина с хозяина имени Анатолий, который-то был бывший полицейский, бывший гвардеец, сейчас в Калининграде там в СИЗО-3 сидит, они на него головку завели, он им немножко в поддавки поигрался с ними, что я заключил там договор через персону с адвокатом, пошел как-то и на опросы, и на дачу объяснений, и они даже направили его в психушку, он там обследование прошел. Как только его признали здоровым, и как только завели в суд, он сказал, все, я живой мужчина, хозяин имени Анатолий, адвокат, короче, ты там с персоной сам разбирайся, я не персона, я живой мужчина, и все, и понеслось, они не знают, что с ним делать, они уже 14 раз переносили заседание, не знают, что с ним делать. Да, вот, кстати, помнишь, есть случай, когда, здесь канал Думай сам Сергей, попался на судьбу, вот мне попал его аудиозакт, запись судебного процесса, не знаю, как он там я снимал, но на что я обратил внимание, судья, кто там был судьей, он спрашивает, Сергей, как ты думаешь, какое наказание назначить? То есть он спрашивает у генерального распорядителя персона, как ты считаешь, какое наказание назначить персоне? Сергей не понял этого вопроса, заболел, но он не сказал, как суверен, как хозяин персона, ну, как хозяин имени Сергей, генеральный исполнитель имущества персона, моя воля, значит, отпустить меня, как жил мужчина, во-первых, а во-вторых, снимаю все обвинения с персоном. Да-да-да, он не сказал, что он хочет, и плюс он еще, там еще судья, мне же тоже это за радиозаписи есть, я же ее это разместил для всех, есть видео. А, может быть, это твоя. Да-да-да, и смотри, там он еще, самая главная фраза в ходе заседания, вот этот черный мантик, делает ему множество-множество, оферт, 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 до тех пор, пока он не произносит ключевую фразу, давайте попробуем. То есть он не говорит, как он хочет, но при этом он принимает все озвученные до этого, оферты черной мантии, двумя словами, давайте попробуем. Все, после этого черная мантия включает, там чуть ли не по фене начинает разговаривать, и полностью прет на него, потому что ему, ну, как полномочия генерального исполнителя над персоной, он по сути передал, он сказал, давайте попробуем. Все. У него множество ошибок, у него даже когда после самого заседания, он там отказался от управления своим физическим телом, дал разрешение, делайте, что хотите, несите это тело, и т.д. и т.п. То есть у него там множество ошибок. Ну, если он захочет, я готов это все с ним, это полный разбор сделать, и самого заседания, и тех действий, которые после были, ну, пока он не выходил на связь. Смотри, еще важный момент по поводу паспорта, ты говорил, что он набирает вес, да, а потом они всем этим торгуют. Так вот, я заметил закономерность, что, смотри, паспорт выдают с 16 лет, да, или во сколько? Я уже забыл. Да, да, с 16. Да, раньше с 16 выдавали, сейчас с 14. Почему? Меня этот вопрос интересовал. Потом меняет во сколько? В 20 или 22? В 20 вроде. В 20, то есть период 6 лет, да, по максимуму, 6 лет. Потом следующий 45, 25 лет период. И потом период по-разному, ну, средняя продолжительность мужчин у нас 65, там, то есть еще 20 лет. То есть 6, 25, 20. Для женщин примерно то же самое. 6, 25, у них чуть подольше, там 70, да, это получается сколько? 25 лет. И смотри, после смерти-то что они делают? Я же проходил это все. У меня когда отец помер, они пытались свои паспорты себе забрать. Я не позволил. И получается, что три раза вот эту бумагу под названием паспорт заставляет менять, либо вернуть системе обратно. Для чего? Я предполагаю, что как только этот так называемый вексель под названием паспорт набирает вес, его изымает, и все, что на основании его было заключено, сделано, его, на основании этого выпускает векселя и пускает на торговлю на бирже. То есть, это такой, как сказать, созревший золотой слиток, набравший вес. И чтобы он не застаивался, чтобы не сдать все 100 лет, пока человек проживет, они вот эти вот периоды сделали. 20, 45, и после смерти забирает в ФМС, чтобы там что-то с ним сделать. Вот такая вот какая-то схема прорисовывается. Схема-то такая, да. То есть, по сути, ну, как бы у них есть графа личный код, да, если просто рассматривать паспорт, ну, эту страничку, как вексель, и там у них не указано, когда нужно платить и что нужно платить. То есть, по конвенции там должны быть, ну, может быть, исключения. То есть, многих реквизитов векселя нет. Но, тем не менее, получается, что тот, кто выше, распишется или что-то поставит на какой-то автограф, свой акцент, тот является векселя дателем. То есть, получается, ну, это как бы по миру животных, то есть, в мире животных, кто там выше, тот сильнее, кто сильнее, кто больше, тот прав. Ну, то есть, кто выше умудрился поставить. Вот. И получается, вот эта графа, вот эта подпись, она как бы ниже графы подписи представителей МВД. Но графа личный код есть. Вот. Существует мнение, что вот, в принципе, можно ее акцептировать. Ну, насколько мы знаем, некоторые там ставят отпечаток большого пальца, как абсолютную печать по канонам. Ну, единственное, что видишь, паспорт за сделку в письменном варианте была заключена. И получается, нужно выписывать вексель, как бы известить о том, что эта графа акцептирована. Понимаешь, я вот только вот недавно понял, что оказывается, вот они не знают, они, они предполагают, но они не знают, что ты как бы принял, ну, акцептировал. Ну, то есть, есть все общие декларации прав человека, Антон, но они не представляют, может быть, я ее не читал и не акцептировал. Значит, я вот акцептировал там статью 17, допустим, что твои мышцы там нельзя просто так забирать. Статью 25, что тебе положен такой уровень жизни, который вот тебе нужен. То есть, надо как бы все это делать. Ну, а как их извести, чтобы они были обязаны твою волю уже смотреть? Надо быть с этим вексель. То есть, как-то вот так вот все предполагается. Но я так думаю, что они предполагают, что они надеются, что кто-то до этого додумается и начнет действовать. Потому что все это коронавесие, оно идет параллельно с программой просвещения населения. Сейчас одних подсокращают, те, кто как бы повелся на все это развелся каким-то образом, вот впутывался, акцептировал, и они все уже попадают в этот замкнутый круг. А для других вот они предлагают, надо вот выход есть, ребят, он есть. Надо его найти, понять, осознать и применить. То есть, по идее, мне, в основном, кому я это не рассказываю, говорят, что тебе не страшно, ты вообще как там ходишь, живешь там, будь аккуратнен, на тебя сейчас нападут. Ну как это человек до них допрет уже, когда они уже начнут понимать, кто они и будут действовать правильно. Мы все это прописали, рассказали. Не, даже не пугайся, я тебе точно скажу. Если ты ведешь себя как человек, поступаешь всегда по-человечески, и у тебя все помыслы чистые, ты это делаешь не ради выгоды, а ради осознания, ради получения опыта, и все делаешь по совести, тебе вообще бояться нечего. А еще, если ты еще сказал, что между тобой и Творцом нет посредников, и за тобой стоит сам Творец, и все претензии идут к нему напрямую, все, тебя вообще нет и не должно было волновать. Да, нет, я считаю, что это очень хорошая схема, потому что, ну ты сам понимаешь, получается, у тебя есть просто инструмент, ну как это говорят, топор там, в руке плотника это отличный инструмент, в руке там кого-то другого это можно увидеть кого-то случайно. То есть, Вексель это такая же система, ты можешь управлять страной, управлять государством, управлять миром, можешь настраивать в лучшую сторону, в лучшую, конечно, позитивную. То есть, такое, как ты это видишь. То есть, ты воплощаешь свои мысли их руками, но они же, как бы, изъявили свою волю быть замещающими государственной должности, ну вот, пожалуйста, пусть исполняют. Если они не хотят исполнять, значит, ты будешь богатеть, зарабатывать. Центральный банк же, он же принимает эти векселя, и у них там ставка там 1 к 20, что ли, они печатают этих вебариков. То есть, ты выписываешь вексель, вот, ты положив его, допустим, на счет, вот, условно скажем, ШКХ, 5 миллионов рублей, то Центральный банк с этого печатает 100 миллионов рублей. То есть, система будет очень счастлива, государство в балансе, вот, и у тебя есть какие-то средства, ты можешь свои идеи реализовывать, там, строить конференции, семинары, обречать людей, какую-то деятельность, там, улучшить свою, условно, построить, может быть, хочешь. Слушай, ну, судя по этому, по рейтингу богатых стран мира, первыми, кто догадался до векселей, это у нас США, получается, так? Самая богатая страна в мире. Ну, несмотря на долг, там, сколько у них, 20 триллионов, что ли. Вот этот долг, кстати, 20 триллионов, возможно, он за счет вот этих векселей-то и возник. То есть, они выписывают, векселя, а долг-то растет и растет, и вот этот внешний долг перед обязательством, это вот, скорее всего, он на вексельном праве основан. Их это не волнует. Если там кто управляет всей этой системой, знает вексельное право, они, в принципе, понимают, что долг – это такое образное выражение. Мы его не видели, они его не видели, просто вот они предлагают одним поработать на них. Вот это как люди начинают, там, что-то делать, что-то платить. У нас везде там пришел сюда, распишись, чихнул, иди распишись, что чихнул, там, вышел в двор, иди распишись, что вышел в двор. А в конденсации в сериях написано, что если после закрытия вы не вернули этот вексель, где там, ну, либо нет поминочек, что вексель погашен, либо он не вернулся, то они могут объявить какой-то там протест против тебя и тебя выставить, как бы еще. В общем, они этим занимаются, там, невероятные схемы, они что только не делают. То есть, что бы ты ни сделал, если ты не разбираешься в вексельной теме, они в свою пользу это сделают. Ясно. У тебя есть какая-то литература неинтересная именно по векселям, которую ты изучал? Ты можешь же ее выложить для всех? Слушай, в основном я читаю конвенцию по векселям, какие-то, немножко я читал какие-то материалы, но это не особо мне помогло. Больше всего мне помогает, я смотрю документы судей, ну и люди скидывают, я сам ищу документы нотариусов, вот, и, значит, схема переводного векселя. Вот это переводное вексель, там, в принципе, все написано, все, что должно быть. Вот, я просто пытаюсь понять, как они выписывают, потому что у них же это прокатывает, то есть у них это работает. То есть они выписывают прям хорошие векселя. Вот, они их просто разбавляют текстом своим, там, чтобы то ли внимание отречь, то ли обоснование. Причем иногда совершенно бредовым текстом, который просто не укладывается в голове, как такое вообще можно было написать, да? А на самом деле, скорее всего, пишут специально, чтобы запудрить мозги, идите там, обжалуйте, разбирайтесь, делайте, что хотите, главное, чтобы вексель был выписан и все. Да, то есть текст не важен, если вот, вот они как пишут, со статьей 51 Конституция ознакомит, подпишись. Обычно ты там принимаешь, то ли акцию платить, то ли еще что-то, потом подпишись, что копию получил. У них это обычный индосаймин, ты выгоды передаешь им. То есть текст не важен, важна схема, структура документа, вот, и, ну, надо смотреть, изучать. То есть все, что я понял, это вот смотрел на документы судей, документы нотариусов, на схему переводного векса, вот эту картинку с подсказками, что должно быть. И все, то есть смотрю и как-то сам додумываюсь. А что там еще, эта повестка, да, этот, за ознакомление с материалами дела. Сейчас мне еще начали подсовывать эту подписку ответственность по уголовной статье, там какая-то, запорчу дело, короче, прежде чем дело отдать, но они хотят именно с меня расписку получить, что я предупрежден об уголовной ответственности, если я вдруг испорчу материалы дела, там, порву их или еще что-то, то мне грозит там уголовная статья, ну, в моей персоне. я говорю, убирайте, не хочу. Ну, я понимаю, что это такое, но я просто не озвучиваю. Я говорю, ваше заказательство это не предусмотрено, все, убирайте. Ну, я там прекрасно понимаю, что они хотят. И когда они мне до этого пытались повестку-то вручить, они говорят, да не надо ему повестку, там это вышло, король Елена Петровна говорит, да не надо ему повестку давать, не надо ему. Я говорю, не-не, давайте, давайте, без ущерба, без оборота на меня, там, все, запретил, закрыл, короче, нате, все, идите куда хотите, вас там обсмеют, еще и штраф наложат на вас с такой повесткой, тем более красной ручкой. Вот, что они там еще придумали? Повестка. А, они еще это, всякое там, смс-информирование, там, предупрежден о правах, там, целый биль такой на 4 страницы, там, статья такая-то, такая-то, такая-то разъяснена, я полностью ознакомился, мне все разъяснили, короче, дата, роспись, ну, понятно, что вексель, однозначно, вот, они из этого сделают, и не еще это все цветным делают, потом, красный номер и все такое. Плюс еще вот это, вот, добровольное информирование по смсу, укажите свой номер, то есть, а номер-то к персоне приписан, и плюс еще фамилии, имя, отчество, и т.д., и т.п., ну, то есть, такие бумаги постоянно подсовывают, подсовывают, у них дело вырастает, а я вот так вот с другого взгляда посмотрел вот на это дело, это какой-то вексельный пакет получается, понимаешь, вот это вот дело, и неважно там какое административное, уголовное дело, там все равно получается такой целый вексельный пакет, такой чемодан, вексельный, как вот говорят, этот, не чемодан, а как там, кейс, типа того, комплект документов целый, нет, они вот как-то, не чемодан, а этот, кейс документов, как-то так называют, ну, короче, вот этот целый, вот этот кейс, это, векселей, вот такой получается, а у меня же еще было, это дело, судно над прокурорами, там аж 4 тома, вот каждый том, сколько там, 200, 250-300 страниц, и вот таких вот 4 тома, да, те вот отсюда, да, вот досюда, вот такой пакет векселей получился, нормально, я тогда не знал, что такое вексель, вот, вот, вот получается, вот столько они потом выписывали, понимаешь, какая им выгода, мало того, что прокурора прикрыли, так еще и векселей на кучу выписывали, ну понятно, понятно, они делают все, что хотят, у них система такая, ну понимаешь, потому что ты, вот, получал опыт, тебе нужен был этот опыт, и мне, видать, нужен был опыт, и в этом долго разбирался, самое интересное, это впереди, самое интересное, когда мы поймем, это применим, и когда система начнет приходить к здравому смыслу, понимаешь, наша страна сейчас, ему как бы ждет нас большой сильный кризис, ну как минимум на пятеретскую, это будет сопровождаться, скорее всего, вот этим скачком курса доллара, то есть как он с рубля до шести, с шести до тридцати, с тридцати до девяносто, вот сейчас вот так, плюс-минус семидесяти, до 150, до 200, то есть это закономерный принцип, и в принципе все эти, как бы, курсы валюты придуманы были для того, чтобы вот обесценить одних, а выгоду получить другим, ну то есть как бы не в прямую, но таким образом, вот, то есть это ждет, и все, кто занимается, ну не занимаются векселями, их все ждет как бы тяжелое будущее, потому что, вот, всех сейчас будут поталкивать, будете включаться в этот процесс, хоть что-то будете делать, разбираться, учиться, либо вот, все, к сожалению, там в мире карантин, там идите вакцинируйтесь, и здравствуй, прям светлое будущее. Не произноси это слово. Какое? Я его заменяю на коронакризис. Коронакризис? Да. Коронакризис, да. Ну то есть это просто... Я тебе подожди, я тебе просто рекомендую, потому что рано или поздно автомат Ютуба заинтересуется этим словом и отправит на проверку человеку. А человек уже, в зависимости от своих личных предпочтений, либо заблокирует это видео, либо дальше пропустит. А зачем тебе... Хорошо. А зачем тебе лишний страйк? А зачем тебе лишний вызов в отдел Э, или там еще какой-то, или штраф за недостоверную информацию? Они же сейчас это все придумали, понимаешь? Так что учись заранее разговаривать правильно. Некий коронакризис, все. Не докопаешься. Некий коронакризис, да. Поэтому, в общем, нас ждет веселое будущее. И все, кто успеет включиться на каком-то хотя бы этапе, это уже будет хорошо, в принципе, плюс. Потому что, ну, этих чиновников, которые наворовали много денег, их не ждет ничего хорошего. Потому что я не думаю, что их кто-то обучает всем этим вопросам. Потому что обычно те, кто принимает документы во всех структурах, там вот есть какие-то специалисты, которым беглым взором смотрят, опа, то есть там есть кто разбирается. И те, кто выписывает, то есть исполнитель, кто указывает документ, как исполнитель, они тоже есть, которые разбираются. А я не думаю, что эти чиновники, которые подписывают, или от имени которого подписывают, к этому разбираются. То есть их могут убирать точно так же, как они, как туда пришли, как так и ушли. Ну и откуда у людей, понимаешь, миллиарды, то есть триллионы, то есть они там, не знаю, просто жиру бесятся, откуда. Но они не то чтобы все это прямо воруют, скорее всего, они просто вот эти векселя, то есть люди приходят в МВД и пишут по форме заявления, или сейчас подумают вот этот лайфхак для них, то есть напишите устное заявление, за вас пишут. Вот они оформляют как нужно, заявление подают, а в отделе специалисты доделывают вексель, то есть вот есть вот заявление от человека, то есть какой-то акцепт его, они со своей стороны его доделывают, а векселя нам каким-то образом делают его должником, и скорее всего торгуют этими векселями, как ты говоришь все. Потому что на сайте dnb.com прибыль ежегодная МВД России 700 миллионов долларов. Я не думаю, что они наворовали, нет, они просто этих заявлений оформляли от людей и вот обернули на 700 миллионов. То есть им что, они творят без предела, ну так грубо скажем, издеваются над народом, народ бежит, пишет заявление, они заявление оформляют по вексельному праву и зарабатывают денежки. Но я думаю, что не все так плохо, потому что какую-то часть денег они, конечно, отдают и в Америку, и в Англию, и так далее, там схема выходит. Но большая часть денег идет в бюджет будущего государства, того, который образуют здравомыслящие люди, которые будут векселями управлять системой. То есть формируется некий такой бюджет. То есть есть такая двойная деятельность, или может быть даже тройная. То есть что-то в этом хорошего есть, но об этом никто не расскажет. Но всем рулят чекисты, они охраняют континентальный шериф СССР. То есть СССР у нас, как будто бы, у него есть континентальный шериф, и вот по конвенции по морскому праву там все сделки проходят в юрисдикции суверенного государства. То есть формируется новый СССР между прошлым и будущим, с какими-то такими новыми системами. Но просто мы зависли в этом периоде, когда формируется бюджет будущего государства, и будет жесткий отбор. То есть кто сможет дожить до этого хорошего будущего. Ну не факт, что будет это еще хорошее будущее, потому что вся эта цифровая матрица, в общем, все эти процессы идут параллельно. Но в итоге, как говорят, многие говорят, что с Россией все начнется, в России будут первые признаки здравомысля, и это здравомысля потом на всю планету распространится. Поэтому больше всего умных людей в России, просто не все об этом рассказывают в интернете, их просто очень много. И скорее всего, именно русские люди управляют этими процессами во многих странах, то есть рулят. То есть такие вот процессы. Борьба светлых и темных сил, когда темные совершенствуются в своих темных действиях, светлые совершенствуются в своих светлых действиях, все проходят свои жизненные уроки, все это должно быть гармонично как-то так. В общем, это просто нереально такая гармоничная система. И нам надо как-то в этой гармоничной системе навести еще больше в гармонии, чтобы все шло в позитив. Несмотря на все эти события, что нас ожидают. Стараемся. Я рад, что появляются такие люди, как ты. Другие блогеры начинают появляться. Было очень тяжко вот эти три года, потому что русский YouTube, скажем так, не пестрил такими людьми, как ты, как вот Андрей из Перми, товарищ Сталин 2.0. Консерва активизировалась, но она и не уходила, тоже это нормальную информацию дает. Сейчас появляются такие звезды, как там Николай, сын Леонардо. То есть пошла информация именно по векселям, по вот этим каноническим правам, там тема живых, все начинает переплетаться, индосаменты и т.д. и т.п. То есть вот Юрий Башко тоже появился. Очень много народу приходит к одному и тому же, именно к векселям, к индосамитам надписям. Через каноническое право тоже многое узнаем. Ну, еще неизвестно, что это такое, но там очень много информации зашито, которую мы проверяем на практике, и она находит свое подтверждение. Тоже очень важная информация. Ты мне скажи, у тебя вот это ты назвал конвенция по вексельному праву, да? Она у тебя есть как-то там в PDF или она как, на русском языке? Слушай, по-моему, в интернете она на сайте сразу официально выскакивает. То есть конвенция 1930 года о простом переводном векселе. Добро, найду ссылочку эту, найдем. И еще есть книга Топоркова 1927 года по вексельному праву. Я за это время на нас собирал несколько файлов в электронном виде, именно по вексельному праву и по индосаментам. Я все эти файлы приложу к данному видео в описании. Я так тебе скажу, что у них все написано не очень простым языком и трудно понимать. Поэтому лучшее, что я могу предложить, что вообще сам чем занимаюсь, надо смотреть документы сутей, нужно смотреть документы нотариусов и нужно смотреть схему переводного векселя картинка, все подсказки. Ну и немножко читать конвенции, чтобы вообще понимать, о чем речь идет. И разбирать их документы. Когда понимаешь, как они оформили документ, понимаешь их мысль, их как бы всю логику, стратегию действий, тогда понимаешь вообще, как это использовать. А еще смотрите наше будущее видео, мы все это будем пояснять и разъяснять. Да, да, пояснять и разъяснять. Пояснять и разъяснять. Слушай, очень интересно, тема серьезная, непростая. Но кто-то должен этим заниматься. То есть этим занимаются в банках, банкиры, этим занимаются во всех этих министерствах, некоторые какие-то люди засекреченные, скорее всего. То есть этим занимаются многие. Они просто не рассказывают, потому что они управляют всем, они же не могут рассказывать. Понимаешь, вот если тот Вася, который в подъезде пьет, возьмет завтра нож, кинется на кого-то, понимаешь, не можно сказать эту тематику. Он по образцу запомнит и устроит беспредел. Придется системе от него избавляться. Зачем это нужно? Они не афишируют. Но посленно можно информацию найти, изучить, разобраться. Ну, тут действует принцип самоопределения, самообразования. Кто созрел, кто осознает, тот пойдет дальше. Всем остальным, они выбирают либо бухать, либо еще что-то там, какие-то виды спорта, еще что-то. Это их выбор. Мы выбираем знания и практику проверки этих и теоретических, и практических знаний. Мы идем вперед. Да. Последнее время смотрел твои видео интересные, вот и Андрея смотрел, товарищ Старин 2.0. Вот. Тоже он обо всем интересного говорит. Единственное, что мне не понравилось, что он что-то там с документом из банка он вписывал везде без забороться на меня. Потому что я так подозреваю, что обычно эта фраза в Индосаммите где-то указывается, то есть на тебя нельзя вернуть. Но они же, у них схема какая, либо ты должен, либо как бы с банком они тебе должны. И, скорее всего, они подсовывают какую-то, подпиши, что ты там передал выгоду банку. И представляешь, ты вот где-то подписал, что ты передал выгоду банку Индосаммин. Надо бы, по идее, его зачеркнуть и сделать извещение, что этот Индосаммин считается ненаписанным. То есть выгоду не передаю банку. А Андрей там, по-моему, где-то писал без оборота на меня. То есть он передал выгоду и говорит, на меня нельзя возвращать выгоду. То есть понимаешь, тут нельзя действовать шаблонно. Тут нужно понимать каждое. Ну это ясно, ясно. Да, я тоже думал об этом. Но у меня тоже пока вот этих знаний нету. То есть я все еще разбираюсь. Я вот у тебя, я это предполагал, что да, без оборота на меня оно закрывает полностью как бы двери моей квартиры. Ничего ко мне обратно не вернется. Я это сразу осознал, что без оборота на меня это значит ко мне ничего не вернется. Ни долги, ни выгода. Это я прекрасно осознаю. Поэтому до тех пор, пока я не разберусь, где можно ставить, а где нет, так я лучше закроюсь. И от долгов, и от выгоды. А вот когда разберусь, вот тогда я буду закрываться только от долгов. Да, ну в общем надо понимать, идей очень много. И так как нет какой-то конкретной информации, инструкции, естественно, приходится пробовать. То есть где-то я напишу версии вот так вот, где-то вот так вот. Потом я их фотографирую перед отправкой, допустим, потому что все копии документов, на чем основывается, что вот люди ходят в суд и говорят, у них нет оригинала, документа, мы ничем не должны, ну в них нет документа, что мы должны, там кредитного договора. Нет, у них оказывается и копии заверены, такие же как бы документы, их также можно инвестировать и передавать и все остальное делать. Вот если я пишу документы, вот фотографирую, а потом, когда будет результат, я буду смотреть его и анализировать. Вот как я его оформил, вот что сработало, что не сработало. То есть только на практике это можно сделать. Пока люди сидят и ждут, говорят, ну типа вот, когда у вас получится, мы включимся. Так не получится, к сожалению, потому что когда у нас получится, мы уже пройдем все эти шаги. Вот. А вам придется проходить это ускоренно. Бега из системы не выпустят. То есть паспорт, это с формой 1П. Нет, нет, тут система может устроить такой коллапс, что никто ничего не успеет. Кто научился, тот научился. Все. И попытки устроить такие коллапсы, попытки устроить такие коллапсы, мы уже давно наблюдаем. И они все эти попытки, все эти сценарии давно уже озвучили через фильмы и через, скажем так, фантастические фильмы. Все они озвучили. А вот если проанализировать все, они говорят, вот-вот наступит апокалипсис, и никто ничего не успеет. Смысл такой всего. И они напрямую, не то что намекают, они напрямую говорят, что учитесь, пока не поздно. А потом, когда наступит, там уже не до учебы будет. Там лишь бы это, спасти свою, как говорится, задницу, свое тело и свою семью. Там уже не до учебы будет. Поэтому учитесь. Вот год назад, заметь, мы не ты, наверное, не знаю, за тебя, но я точно не знал вообще, что такое вексельное право. Андрей об этом тоже ничего не знал. Другие люди тоже ничего не знали. А сейчас смотри, мы все одновременно пришли к вексельному праву. потому что сразу видно, что это основа всех взаимодействий. Да, я тебе говорю, как было сказано, смысл жизни идти через миры, многие пристегать их, изучать и совершенствовать дух свой. Чтобы нам совершенствовать дух, нам все помогают вокруг. Когда на кого не посмотри, помощник тебе, учитель и так далее. Идти через миры, мы уже здесь определились, что жизнь, будем жить, пока не выполним свою задачу. Опознавать мир никто не хочет. Разобраться, на как это все работает, проще сказать, типа, да, беспредел, там, воруют, сволочи, что-то такое. Никто не хочет понять, почему это позволено, как это можно. Ведь если бы дворец бы не хотел, чтобы такое было, значит, такого бы не было. Раз позволено, значит, сами как-то разрешили. Как разрешили? Надо разобраться. Все, разбирались, разбирались, пришли к пикселянам, все, ответ един. Изучи, разберись, как только осознаешь, ты поймешь сам, что тебе нужно сделать, чтобы из этого выйти. Слушай, ну, мы даже это, думаем одинаково, потому что мне постоянно звонки поступают и начинают там, да как они так смеют, ну, на черных мантиях обычно ругаются, как они смеют, там же такой беспредел, да я хочу поставить на место. Я говорю, ты кого хочешь поставить на место? Учителя своего? Она тебе уроки дает, ты себя на место поставь, ты сам определись, кто ты, чтобы тебя никто не сдвинул. Они говорят, да там же беспредел, они же, я говорю, там нету беспредела, там абсолютная справедливость. И когда я ему начинаю разъяснять, что он сделал, как он поступил, где он что сказал, где он как, даже зашел в здание и т.д. я ему это все разъясняю, с другой точки зрения, как я это вижу, что он понадел, он говорит, да, говорит, действительно, нету там беспредела, все по справедливости. Вот так. Согласен. Вот я давно разбирал видео, где черный мантий выписывал, как векселедатель, что МВД должно 5000 рублей кому-то. А потом в тексте векселя, в текст, они закидывают аферту. Вот в течение там 10 дней что-то такое, и все, и пожалуйста, на сексу пьюти. То есть, мантий выписывают, что МВД конкретно должно 5000 рублей за отсутствие маски, да, но потом аферту они закидывают внутрь векселя. И чтобы сработала аферта, аферту нужно сделать ее запрятать, спрятать, ну или прямо наоборот явно сделать, прям жесткий вексель, ну не жесткий, а прям со всеми признаками взять. Вексель, на такую-то сумму, аферта, двоеточие, и так далее. Все, пожалуйста, отправили, они по почте акцептовали, все, ну и пожалуйста, поехали. Нужно пробовать. Вот пока это смотреть, это как бы интересно, но пока сам не сделаешь, результат не получишь, ну нет понимания. То есть такие вложенные, как говорится, это, код в мешке, да, или как это называется, инкапсулированная аферта в вексель. Ну, они это делают, немножко прячут, потому что судят, они все-таки должны делать вид, что они судьи, понимаешь, они вексельдатели. Вот это сейчас, когда я немножко изучил конвенцию, все документы, смотришь, и такой, о, вот я теперь понимаю, почему это было так, а это так, вот прям осознание приходит. Так смотришь, начинаешь понимать, как все это сделано. Недавно смотрел, ну получается, вот свидетельство, это о браке, то есть мне не нравится слово брак, то есть там должна быть свадьба, но тем более. Союз. Вексель. Да, свидетельство о рождении, это вексель, там что-то еще, какие-то документы, тоже вексель, вот свидетельство, ну, по медицинскому свидетельству о рождении, я еще не разобрался, но там тоже какой-то интересный вексель. Вот, то есть все на этом основано, прямо с самого начала. Ну, смотри, в медицинском свидетельстве о рождении, там, ну, один из признаков векселя, это цена, да, стоимость. В медицинском свидетельстве о рождении, там указан вес, а вес, ну, есть теория, что именно взвешивают для того, чтобы оценить в эквиваленте золотого, это, ну, в общем, сколько весит ребенок, сколько золота, и как бы залога и выделяется, а потом 4% в год, и там к 40 годам чуть ли не 40 миллиардов евро получается. Да, да, либо так, либо, как это называется, оплата по приказу. Вот мне что-то эта фраза понравилась, то есть в паспорте не написано же, просто, ну, по документу, кто-то кому-то что-то должен. Вот, и когда, вот, полицейские требуют предъявить паспорт, ну, по идее, как бы, по грубой идее, они имеют это право делать, потому что они, как это, ну, вексели указаны, расписался неправильно, и формула 1П заполнил должник. Вот, они требуют, и потом говорят, оплата по приказу, вы должны сегодня платить там то-то, пойти туда-то, что-то такое, выписывать документы, то есть по сути такой грубой, вот, что бы они ни творили, какой бы беспредел, им это позволено, вот, именно по этой системе. Вот, то есть если не указано, значит, ну, как бы, когда дата платежа, вот, получается, что оплата по предъявлению, вот, если оплата по предъявлению, то, значит, с помощью конвенции о векселях могут отсутствовать какие-то реквизиты, то есть цена, слово вексель, там, и так далее. Либо так, либо вот килограммы зоны, вот эти проценты все, там, ну, все. Надо просто вот вникнуть, что-то, ну, серьезно пройти, но в свое время, как бы, мы разберемся, я уверен. Просто не так быстро, как бы хотелось. Слушай, вот я пока тебя слушал, я хотел задать вопрос, но пока я тебя слушал, я уже получил ответ, возможно. Ты видишь, как знание получается? Просто послушай, как человек говорит, и получишь знание. Причем он совершенно не про это говорил. Ну, похожая тема, но смотри, я хотел тебе задать следующий вопрос, а где прописана стоимость именно в паспорте? Ну, пока ты говорил, до меня дошло, что паспорт-то выдается на основании свидетельства о рождении, а свидетельство о рождении на основании медицинского свидетельства о рождении, а именно там прописан вес. В золотом эквиваленте. Вот, либо так, либо это просто, знаешь, такой многоразовый вексель. То есть, любое, пока сумма имеется, какие-то там, они же начисления делают, бюджет одного гражданина, то есть, средства распределяют, там, пока эта сумма не кончится, они могут вендербанить. И вот тут я давно предполагал, что слово смерть, оно имеет однокоренное корень, один и тот же корень, что и в словах мерить, измерить, ну, буквально взвесить. То есть, вот гражданская смерть, она буквально означает, а давайте-ка мы взвесим итоговую сумму, что у нас получилось. Там, при рождении вес был такой, это в золоте, 4% в год, а вот теперь соизмерим, что получилось и определим стоимость итоговую. Ну да, понимаешь, что как бы разные варианты могут быть, в принципе, потому что ты говоришь очень похоже на правду. Надо просто это узнать. Чтобы узнать, можно, в принципе, можно, если грамотно сформулировать свою мысль, что ты хочешь узнать. Ты можешь предположить, кто должен знать ответ, выписать инвесель, что у тебя имеется воля. То есть, все, воля. Ознакомьте меня с этим и с этим. Против того, что ты им выписывал векцию, или еще там указал, что воля твоя, конечно, не кого-то там погибает, а вот живого мужчины воля. Они обязаны дать честный ответ. Или хотя бы как-то там разъяснить, что ты сам понимаешь. Ну, надо разбираться. Для этого нужно просто понять схему. То есть, чтобы они были обязаны тебе ответить, надо выписать правильные векции. И вот то, что ты говорил, то, что они ждут, пока мы проснемся, это впервые я прочитал в Откровениях инсайдера и в материалах РА. Вот инсайдер, я не знаю, кто он, что, правда это или нет, но вот он говорил, что да, говорит, мы ждем, пока вы проснетесь. Мы вас ждем, как братьев и сестер. Но вы все никак не проснетесь. Вам все главное набить свои животы, получить побольше денег, получше квартиру, и все, вас больше ничего не интересует. Но мы все равно вас ждем. Да, в этом проблема. Все думают о себе, вот о себе, только о себе, о себе. Пока люди не начнут думать, будет все продолжаться. И, понимаешь, вот есть такое предположение, что есть будущее, вот есть грядущее. Грядущее – это уже созданное будущее всеми нашими прошлыми действиями на всей планете, если люди что-то наделали. И на какой-то промежуток времени там это будущее уже предопределено в глобальном масштабе. Поэтому сегодня там можно чихнуть, выпить чай или кофе нам, или воды. То есть в мелочах нет, а глобально – да. И как-то все это накапливается. То есть надо постигать. И вот я, когда в этом всем разбирался, я бы мог достигнуть успеха в любом из своих дел, чем бы я только не занимался. Знаешь, мне кажется, просто судьба не позволяла добиться успеха в этом. Я должен был пить и куда-то еще. Я постоянно в это в них посмотрел, нет, это не то, что надо мне на этом сконцентрироваться и остаться здесь. Мне надо куда-то дальше, дальше это. Туда вникают, туда-сюда. Вот это так и зайдет. Я думал, почему? Что-то не так может быть. Вот потом пришел к вексельной теме и понял, что если бы я достиг успеха где-то там, я мог бы там и расслабиться, и все. И никогда бы не узнал, что такое может быть про вексель. Да, да, понимаю, что это какая-то судьба вот этот YouTube-канал. Я еще сначала делал канал, чтобы просто какие-то публичные извещения делать, какие-то доказательства о преступлениях. Вот, потом решил их просто накопить и узнать, как нужно с ними разбираться. Теперь вот узнал, осталось изучить схему видео в свою идею, что если ты видишь несправедливость, выпиши им вексель и оплати этим векселем то, что нужно. Ну, или сделай доброе дело, не знаю там. Вот. И таким образом мир быстро придет в гармонию. То есть сейчас они ведут вакцинацию, а мы можем уже выписать вексель этой компании. Говорят, ребята, разъясните все последствия положительные и отрицательные для вашей прививки. Давайте в детали конкретно воля божественная, проявлена. Правильно сделать вексель, они будут обязаны ответить. Вот. Ну, я вот еще не знаю, что-то не помешать ее сделать. Ну, или кто-нибудь другой сделает. А ты готов к правде про вакцину? Я и так предполагаю, просто хотелось по этому каких-то подтверждений. Ну, а если твои предположения, ты предполагаешь, что там, знаешь, что типа там, ты думаешь, что там по твоим самым ужасным предположениям там бесполезные витаминки будут, а на самом деле, когда тебе дадут ответ, там будет написано такое, что у тебя просто волосы дыбом встанут. Ты готов к этой правде? Готов или не готов, вот как тебе сказать. По факту, вот я никогда не бываю готов к чему-то, но приходится действовать раньше немножко, пока я вот настроюсь, подготовлюсь, и вот уже поздно будет немного. На своем опыте жизни. То есть, всегда нужно действовать, ну, приходится, действовать чуть-чуть раньше или намного раньше, чем ты будешь готов. не припомнишь, но я когда подготовлюсь, как следует, и все по маслу поехал. Ну, я просто вижу, я вижу и слышу, что тебя ведут, и ведут свыше, и дают подсказки, и тебе не дают просто оступиться, это видно сразу. Как сказать подсказки? Подсказки мне дают такие люди, как ты, вот еще некоторые другие, с кем я вот так вот общаюсь, но которые также публично ведут свою деятельность. Ничего более. Просто мы иногда обсуждаем какие-то рабочие моменты, иногда вместе думают из две головы, давайте посмотрим этот рейс, или подумаем, что же там имелось в виду. Иногда у них такие схемы, ну, как бы непонятные, то есть, когда они используют это, что оплата, ну, нету срока оплаты, и они могут что-то там не указать. Не всегда понятно вообще, что же они там имели в виду. Но разбираемся, что-то обсуждаем, какие-то успехи, достижения. Вот всегда у меня был какой-то интерес в жизни. Я чувствовал, что как-то вот все не так вот, как это все вот показано, как это для общего обозрения. Как в школе говорят, вот эти, думаю, катангенсы, зачем, когда не пригодятся катангенсы. А у нас есть где-то, ну, до сих пор я не понял, как-то они не пригодятся. Вот, если это просто еще информация, вот любознательный, не знаю, какой-то есть, ну, чувствую, не знаю, не интуиция, а вот способность определять. Вот мне человека смотрю и вот чувствую, человек, вот вижу, вот он говорит правду или старается хотя бы. Вот каких-то вот таких вот людей не очень хороших тоже могу видеть. Ну, не надо с ними связаться, то есть нету от них чего-то хорошего. Ну, пока достижений мало, я тебе скажу. Вот мы с тобой просто живем и вот взять на себя какую-то такую деятельность. Просто хочется побыстрее, понимаешь? Я понимаю, вот пока мы с тобой вдвоем, да, допустим, вот лес, да, два высоких дерева и ветер подул, два дерева сломались. Ну, когда высоких деревьев целая роща, вот таких человек, допустим, пять тысяч на всю Россию, да, какой-то ветер там, никакой ветер не сломает, кресточек не улетит. Это должно быть много людей. Вот. Ну, и нельзя говорить готовые схемы. То есть 30% информации все дают, остальные додумайте. Если не можете додумать, значит, это не для вас или еще рано. Я тоже хотел все это сразу еще с 2011 года, когда вот узнал, что, оказывается, вот это так, а это так, а это вообще так. Ну, и вот этот путь долгий, то есть долгий путь. Сознание, анализы, изучение, распоряжение. Нет, 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 никогда не выдавай информации больше, чем народ готов воспринимать. Я тоже могу, я выдаю, но буквально там 20-30 максимум информации, процентов. И то вот последние полгода начал выдавать более-менее, потому что пришло сознание, что народ созрел, и поэтому начал давать. А как только я вижу, что в течение, вот постоянно звонят по 50 звонков в сутки, я разговариваю, я не то, что хочу что-то до народа нанести, проконсультировать, я еще получаю обратную связь. Созрел ли народ для следующего этапа, для следующей ступеньки знаний? Я иногда запулю некоторые слова, там фразы и т.д. и т.п. И когда я вижу, что человек не готов, все, я понимаю, там одному запулил, второму, третьему, я вижу, что народ в среднем не созрел, поэтому все, я эту информацию не даю. Но как только я увижу, что там один среагировал, второй позвонил, сам сказал, третий, там предложил уже чуть-чуть больше, как только я вижу, что уровень поднялся, я им даю это, разъясняя на этом уровне все. Я думаю, это все верно. И самое главное, надо разработать какую-то концепцию безопасности. То есть, нужно реально работать с векселями, понять схему, нужно понять, что можно делать, а что нельзя. То есть, тут очень много деталей. Ну, вот как я просто подумал, да, с ЖКХ мы там все вместе сидели, думали, вот на 150 тысяч, что пулилили вексель. Вот по сути, если вы, допустим, платили 10 лет, допустим, по 5 тысяч, то сумму, которую вы уже заплатили, вы можете спокойно попробовать им вот выписать вексель. Здесь нужно тренироваться на каких-то мелочах, вот ЖКХ, аналоги, там маски, не маски, на маленьких суммах. Когда будут результаты, можно уже заниматься серьезной деятельностью. То есть, вексель это прям очень серьезный инструмент и божество проявлять, и все. Самое главное, это первое, это подумать о правилах техники безопасности, вот, ну, вот, очень мне тяжело об этом говорить, потому что сам все время знаю какие-то правила и нарушаю их, я вот хочу быстрее, там, себя. Ну, а какие мелочи есть? Это, эти, квитанции за, там, вывоз мусора, там, домофон, там, вот такие вот мелочи, которые, в принципе, ну, ни на чем не скажутся. Да, да, ну, допустим, не знаю, если у вас есть, вот, фитнес-клуб в городе, да, ты же можешь выписать вексель, потому что, там, тот же самый магазин замазки, там, тебе должен 50 тысяч, да, допустим, и оплатить этим векселем, вот, себе посещение, вот, фитнес-клуба. Просто как идея, то есть, это же деньги. То есть, никто не сказал, что, вот, надо платить именно билетами Банка России, потому что они, безусловно, долговые обязательства Банка России. Вот, Банк России и все остальные банки, по сути, очень важны, вот, воспринимать с мувра любви векселя. Вот, вопрос в том, что выгоду может передавать тот, кто указан выгодополучательным по векселю. Вот, находите должников, находите основания, кто в чем на косячу, кто там, значит, школу не построил, кто дорогу там разрушил, кто еще что-то не выполнил из своих обещаний, да, вот, понемножку настраивайте систему и вот какие-то решайте свои вопросы. То есть, не лезть сразу. Ну, я вот сейчас, реально, вот, у меня ситуация была между жизнью смерти, я так назову это. Вот, оформила три почтовых письма, ну, поверсельной теме отправить, и вот на конверте наклеиваете штрих номера, вот эти трек-коды, РПО номера, и вписал в документ. Он, ну, решил попробовать, думаю, сразу спешу, что вот именно этот документ отправляется именно этим письмом. Вот, и девушка там, значит, вбивала номера эти в компьютер, и что-то у нее там зависло, она перезагрузила систему, начальница говорит, обнули. Она и обнулила, а потом говорит, ой, я тебе РПО не могу, они уже в системе есть, а информацию внести не могу. Вы можете отправить письмо вот другим номерам РПО. Я говорю, вы понимаете, что я в оригинал документа уже писал номер РПО, каким я отправлю. Она говорит, ничем помочь не можем, все, все, нет вариантов. Я взял все эти три конверта, и уже прямо она оторвала с них марки, там все прямо уже жестко было. Я уже не знал, что мне делать, потому что я сейчас документы испортил. Но потом я как-то взял эти конверты, взял еще большой конверт, упаковал все эти три конверта туда, и выписал вексель, назвал его актом морском протесте. Все, мне не понравилось, протестую по морскому праву. Услуга уже была заказана, но там какая-то система, не могут кто-то отнести, но хакеры-то могут, те, кто главный в Почте России. Я отправил гендиректору Почты России актом морском протесте, указал туда очень большую сумму, 10 миллионов рублей. И все, они должны получить и сделать так, чтобы мои три письма отправились теми трек-номерами, которые на конвертах. То есть получается какая-то ситуация, либо сейчас Почта России отправляет мои три письма, что им, естественно, труда не составит. Получается, гасят вексель, то есть они уже не должники, 10 миллионов, они каким-то образом, я предполагаю, себе заберут. Ну, как бы, я-то там не должник по векселю, должники они не по векселю, но они, оказав услугу, как бы вексель гасят. И каким-то образом они его реализуют, и вот на 10 миллионов рублей акты в морском протесте это такая вещь, когда ты как бы заявляешь, что ты вот разбираешься в этой теме и должны каких-то прав дать. То есть фактически они мне просто окажут правильную услугу, заработают на этом 10 миллионов рублей, но я не думаю, что они их распилят или потратят на какой-то особняк. Скорее всего, когда идет тема о правах, о статусе в морском протесте, то тогда какие-то права, бонусы. То есть, допустим, в системе САГС у кого-то там не бьется свидетельство о рождении, то есть не внесена в базу. Потом человек выписывает какие-то векселя с кем-то там, допустим, что не хочет платить ЖКХ, а потом его жена, ну, как бы свидетельство о рождении его жены попадает случайным образом в базу. То есть они видят, что человек в теме, они как бы понимают, что он векселями что-то там оплатил, и они какую-то вот услугу, там, какой-то правовой статус как бы продали, ну, грубо говоря. То есть эти деньги должны пойти на какое-то благое дело, не знаю, может быть, в благодарность там каким-то службам, структурам, которые работают на благое человечества и так далее. В общем, просто решил посмотреть. То есть нереальные ситуации, мне говорят, мы не можем, это невозможно. Я говорю, акт в морском протесте либо послал 10 миллионов, вот, либо вы исполните мою волю и на этом заработаете. То есть вот такую ситуацию. И сегодня они получили, сегодня они получили этот документ, вот этот РКО-номер, того письма, что я отправил там, все это в сеть в почту указанную, все они получили. То есть акцепт, акцепт настал. Вот теперь посмотрим, как будет развиваться ситуация в интересном. Я предлагаю на этой интересной ноте завершить разговор. Это мы обсудим в следующей серии. Колоссальный опыт, благодарствую. Я к чему сказал, что вот с большими суммами нужно играться очень аккуратно. Ну, когда лучше начинать вот там 5-10 тысяч, вот так делаем по копеечку. А с другой стороны, смотри, тебе, я не знаю, может творец такую ситуацию дал, типа урок, ну, это ты как бы усвоил, а ну-ка на тебе вот такое усложнение небольшое, ну, небольшие трудности, как бы выходи на новый уровень. Что делать в такой ситуации, если произошел сбой? Да, да. Ну, понимаешь, это игра. Ну, я напоследок скажу, что хочется, ну, как бы смотреть на мир с позитивом, с улыбкой. Я смотрел это видео, когда тебе хотели взять, куда тебе подсунуть какую-то купюру, ну, как бы ты понимаешь, что это могло быть. Ну, вот я подумал, раз система с тобой, с хорошим, порядочным, там, мужчины живым так шутят, вот я тоже так пошутил на днях с этим, ну, с билетом марков приколов. Я ему сделал аферку. То есть, вот эта подстава системы в мою сторону развернулась против системы через тебя на 10 миллионов. Да, да, я посмотрел твое видео, у меня появилась идея, как на них это нравится. Ну, что можно сказать, благодарствуем системе за очередные уроки. Это как бы, это ответочка системе, чтобы они понимали, что может все быть. Если бы интересно, просто посмотрю, мы на канале видим, пранк метро. там я ему показал, что это не настоящие пять тысяч, ну, просто я ему сделал аферту в морском праве, говорю, если вы со мной продолжаете общаться и стоите в маске, значит, вы ее акцептуете, что хотите поучаствовать в пранке, да. Если вы не хотите, то есть, как бы, отказом, акцепт, является то, что вы отходите от меня, снимаете маску, и он сразу мне задает вопросы. Ну, все, акцептовал. Я ему не то, что прямо насильно сувал, просто так продемонстрировал. Ну, пусть, знаешь, что если на кого-то из нас наезжает, то будет ответка им в таком добром ключе, ничего там. Он, конечно, испугался, взятка, взятка. А какая взятка? Ты хочешь пять тысяч за отсутствие маски? На, возьми пять тысяч. В чем проблема-то? Ну, ладно. Я не смотрел твое видео, но мне сегодня днем такая же мысль пришла, когда я смотрел видео, как одну женщину с собакой в Москве же, вроде как в Москве, в метро. Она там, у нее маска на подбородке была, так ее что-то полицейские остановили и там довели ее до сердечного приступа. Там много народу собралось. И у меня возникла мысль, блин, а почему никто не взял, вот так вот пять тысяч не достал и не дал этому полицейскому или там положил рядом и не сказал, что типа, ну, тебе нужны деньги, на, возьми, отстань от женщины, отпусти ее. Мне именно сегодня эта мысль пришла вот про эти пять тысяч. И сейчас ты мне это все рассказываешь, хотя я не смотрел твои видео. Ну, понятно. Синхронизация идет. Согласен. Пообщаемся, еще будет интересно. Всегда интересно общаться с приятными людьми, думными, осознанными. У нас идей много, будем действовать. Страна нуждается в том, чтобы кто-то, значит, показал пример, правильный или правильный, неважно уже, там уже время покажут. Главное, чтобы действовать. Как говорят там хорошие люди, неважно, что вы делаете, говорите, что вы строите ракету. Вы занимаетесь правильной деятельностью и двигаетесь. Если бояться, как говорится, там дома отсидеть, в карантиле. Ну, ладно, вообще. Хорошей ноте завершим тогда уже. Давай, благодарствуй. Очень светлый, радостный человек. Благодарствия, Игорь. Всего хорошего. Давай, тебе тоже, Антон, все. Всего хорошего. Пока. Благодарствия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok